Всем трема доброго времени и суток, это канал Boring Дмитрий или скучный? Скучный я? Да уж, куда же без пятигушек. Ну что, продолжаем наш неторопливое, казуальное, ленивое прохождение игры SnowRunner. Напоминаю вам про лайки, извиняюсь за свое сопение. Отдельное громадное спасибо помидорку Вячеславу TheCatExp и NoName, они знают за что. Ссылка на данный в описании под видео. Как видите, новая заставка, значит 12 сезон стартовал, и мы, конечно же, в него сейчас играть не будем. Потому что я прохожу по очереди, еще даже, какой там 12 сезон, значит, до 10-го не добрался. О чем бы. Так что просто смотрим на заставку и возвращаемся к тому, на чем остановились в прошлый раз. Конечно, несмотря на все мои яростные просьбы написать мне про 12 сезон, никто там ничего и не написал. Это была специальная пауза, чтобы тот, к кому относится эта шутка, слегка прогорел. Но, в общем, это шутка, спокойно, это шутка. Все нормально, написали, написали. Правда, я забыл о том, что просил. Это да, это факт. Склероз. И, кстати, да, тут с Вячеславом, с Вячеславом также, помимо всего прочего, в комментариях, как это до меня вдруг дошло, до меня реально дошла одна простая истина. Что от чего бы конкретно охренели все фанаты Сноураннера. Вот просто конкретно охренели. Представляете себе карту, которая заточена чисто под шоссейники. Никаких дебрей. Никаких сложных дорог. Только асфальт. Асфальти автобаны буквально. Шоссе. Идеально ровные. Никаких камней. Вообще никаких, понимаете. Просто ровные дороги. Производство. По два гаража на каждой карте. Ну, в смысле, это я имею в виду. Ну, в смысле, на каждую часть. Тут два гаража. Везде по два гаража. Идеальные дороги. Никаких вот этих вот подъемов, переходов. Нет, нет, нет. Только ровный асфальт. Четкий. Вы представляете, как охренели бы все фанаты этой игры. Мне кажется, конкретно бы охренели от такого. Так. Слушайте. А на чем мы вчера остановились? Кто помнит? Так. Так. А, вот, точно. Вот, вот здесь вот. Да, да, да. Все вспомнил. Поехали. Вот на чем остановились. Yukon, Канада. Я помню, кстати, как я покупал эту Канаду, когда у меня появилось впервые это дополнение. Красивая эта заставочка. Да уж. Пересесть. Пересесть. Так, свет. Камера. Мотор. Азов. Азов. Ну что, начинаем с азов? Поехали. Поползли-поползли потихонечку. Так, ну, секундочку. Я же здесь вроде как вот эту местность хотел освоить, да? То есть вот сюда. 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 А, тут придется вот так объезжать, да? Так, так, так. А, бандиты, да, все помню. Специально сюда я его подогнал. Давайте попробуем, сейчас посмотрим, что из этого получится. Ага, 12 сезон. Ужас. Я еще даже до десятого не добрался. Понятно, что и куплю, и дойду до него, будет все замечательно, но... Это еще будет не скоро. Да, кстати, не забывать, что надо будет потом... Сейчас, секундочку. Чтобы попасть вот к этому засранцу. Либо как-то отсюда переезжать через дорогу, кстати. Может действительно... Метнуться сюда. Вернуться сюда. Вот тут переехать, как-то отсюда проехать. Просто вот по этим вот бибиням очень неохота ездить. Ну, может быть, сейчас посмотрим. Не переворачивайся, пожалуйста. Так, ну дорога, она как бы... Вон туда куда-то идет, да? И она куда-то сюда выходит. Куда-то правильно едем, вроде бы. Поближе его подтянул чуть-чуть. Главное сейчас тут не кувыркнуться, а то здесь как-то вот в наклонку уж очень... Ой, какое опасное место. Ой, какое неприятное, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как оно мне не нравится. Так, тут главное... Не останавливайся! Ай, дурила! Зачем же ты так приехал-то прямо в елочку? Нет, не смей, не смей, не смей, не смей. Только не падай. Я тебя очень прошу, только не в елку. Показуй. Да. Сейчас был реально опасный момент. Очень легко можно было сейчас кувыркнуться и... И все! Пришлось бы сюда опять... Тащить этот гребаный... Хотя... Почему? В принципе, удалить все бревна. Ну да, проще было бы действительно поудалить, черт ты мать, или все бревна. Как-нибудь перевернуть грузовик. Еще раз приехать. Чем сюда волочить эту колонну? Тут дурацкий кран, блин. Неустойчивый. Но его подъявил. Слишком... Слишком он дурацкий. Ту-ру-тум... 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 Нормуль Пока едем нормально Пока что Но это пока что Давайте Илечку включим А то что-то как-то На Иль плюс Многовато лишних движений колесами Думаете доеду я до бандита Или все-таки придется его сюда Дергать Что бы осталось Вообще ничего уже Вопрос Вопрос Ну тут два варианта Либо бандитам Немножко все-таки придется проехать Либо мы прям вот На самых-самых последних Что называется капельках Доползем непосредственно До его стоянки Расход большой Слишком большой Для 200 литрового бака Я имею ввиду Сказалось бы Ну если такой расход То только зарядите бак Соответственно там литров на 300 Ежкин кот Просто иногда на самом деле Странно получается Смотришь на машину Да Какой-нибудь грузовик Там у него там бак Чуть не под 400 литров Да А расход выше десятки Вообще в принципе не поднимается Ну там может быть в самых трудных местах До 16 И все И какой-нибудь другой грузовик Расход там Я не знаю До двадцатки Вообще в легкую Там 22 24 Как нифиг делать Просто вообще Прям вот Легчайше что называется Может На такие Значения выйти Бак при этом 200 литров 180 литров Еще там сколько-нибудь Литров Короче сколько угодно Литров Только Явно Не под такой расход Все Стоп 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 Блин Да остановись Ты еб твою мать Хахамуха Задний Хорош толкаться Пипец Блин Нажал Уж нет Сзади Фрр Еть ей Ну стоп Алло Гараж Я для кого стоп-то нажимаю Ты че блин То есть у заднего Не это Не включает Сторму Окей Сцепил Ну поехали Поехали Не торопясь Не пихаясь Не толкаясь И все таки Попробовать Там проехать И да все думаю Ставить цепи И проехать По подъему Там ледяному И по Соответственно По камням Над водой Рискнуть Или все таки Не ставить цепи И пойти в объезд Длиннющий Длиннющий кстати Объезд На самом деле Абнхз на самом деле Не знаю Прям реально не знаю Как тут лучше Кстати говоря Возможно имел смысл не отсюда проезжать А вот отсюда Тут же по-моему какой-то переезд Вот здесь вот по-моему Какой-то переезд тут был А с другой стороны Да ладно Едем как едется А там посмотрим Задний неожиданно Застрял На все деньги Все толкался Толкался Делал вид Что может Вдруг В самой середине Лужи вспомнил Я же в грязи Надо же застревать Или вот здесь был Не здесь точно По поводу здесь Не здесь Вообще-то Можем по-моему Как-то вот так Вот проехать Кстати да Между прочим Вот же здесь Проезд Не обязательно туда заезжать Ну и отлично Этой дорогой Я по-моему вообще Ни разу не пользовался Ну или если пользовался То вообще этого не помню Может один раз Когда разведкой занимался Проехал здесь И все Хотя вряд ли Как ты буксуешь Родной Тебе понятно Чего я и не пользовался Более надо По такой же По поводу Ну посмотрите Ну что это такое Я говорю Вон там В луже И то меньше Меньше грязи Было Чем здесь Ну давай 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 Ну Ну Выдирайся Ну давай Ну поехали Все же уже Хотя нет Не все По задним колесам Видно что они По самые бревна В грязи Утонувшие Так и будет Здесь Это Лютая каша Кончится Она когда-нибудь Капец Выехали Называется Лучше бы Сверху Он там Процарапался Черт побери Она не прекращается Смотрите Я все Продолжаем Несить Грязь Ооо Черт Твердой поверхности Вообще Похоже Нет Сейчас Вроде Более Или Менее Ладно Более Или Менее Болик Илюрик Блин Разгонь И доставка Двух грузов Средних Средних Бревен Есть Куда Ему Эти Средние Бревна Блин Он Из Такого Количества Еще Два Таких Дома Построить Может Туда Дару Куда-то Идет Сейчас поставим машину на так сказать низкий старт туда куда нужно. Так стоп! Все-таки что я решил? Как поедем? Варианта два как я уже сказал. Либо вот отсюда по этим камням вот здесь на подъем и вот тут процарапаться. Либо вот это вот все досюда, здесь через воду и как-то вот тут наверх. Блин, тут камни, наклонная поверхность. Да ну его нафиг, давайте отсюда лучше. На самом деле не хочу рисковать, честно говоря, вообще прям. Там, помните, на этих камнях не очень-то удобно находиться. Где у нас тут? Секундочку. Будь здоров, спасибо. Так. Все фурычит. Заборы падают. Все работает. Пересесть. Я сказал пересесть. Свет, маячки, губнуть. Вроде все работает. Так, зацеп, зацеп. Есть. Что там по времени? Давайте сюда это все. Хотя вот здесь тоже. Такое себе местечко, да? Ну, а что отсюда что-ли ближе? Ну, нет тут. Куда ни плюнь. Везде какая-то жопа. Ладно, поехали. Будем надеяться. Прорвусь. Блин, вот казалось бы, да? От гаража доехал буквально вот досюда и минус уже 11 литров. Всего, посмотрите, какой расход топлива, блин, у этого машины. Это пипец какой-то. 16 литров. Сейчас 16 литров. Да. Прорвусь, ага. Все, ну, 16. 17, 18. Пипец, блин. И 200 литров бак. Ну, а лё, ну, да. Да, уж. Величайшая наипалова. Просто, когда смотришь на модельки этих автомобилей и видишь, что, в общем-то, баки не сильно вообще ничем не отличаются, что тот, у которого 400, что такое 200, думаешь, как говорится, уважаемые создатели, вам сложно было на 200 литрах вместо двоечки троечку прорисовать? Чтобы хотя бы не так часто нужно было заправляться, в конце концов. Или прям очень принципиально было, чтобы люди тут заморачивались с заправками лишний раз. Маленькая хитрость в этом месте, которой, в принципе, можно и не пользоваться, на самом-то деле. Сильно много ничего не потеряешь, объехать эту лужу. Опять же, зависит от того, на какой машине едешь. Хотя, сомневаюсь, что хоть кто-то ездил на шоссейниках. Так, забавляем скорость, потому что здесь надо очень аккуратно залезть на камушки. При этом они слишком сильно треснутся. Вот тут, в принципе, по речке можно по краю проехать. Ну, блин. В принципе. А, не хочу. Ворон, ты что делаешь? Блин, да успокойся ты, ёб... Ты что делаешь? Прям вот полез вперёд. Ё-моё. Бесит, конечно, в такие ситуации, блин. Обошёл и пошёл на обгон что-то. Посмотрите, говорит, на меня. Я быстрее этого Азова. Я его обгоню. Потому что он пытается аккуратненько объехать. А нахер оно надо? Сейчас ещё движком приложусь как следует. Так, жопная, блин. Помните, отсюда мы что-то забирали. Я только не помню, какой конкретно тут каркасник был. Кирпичный или деревянный? Каркасник. Не каркасник, а каркас. Аккасник. Поеодолели Дайте сначала развернемся Потом поедем назад Что вот это у нас такое? Кто помнит? Какой-то склад Ага, доски А, только доски Понятно Тут даже были доски С ума сойти Ну, ладно Были, были Благо тут не так сильно все завязано На нехватку Чего бы то ни было Чуть-чуть вперед Так Вот Отлично Цвет далеких планет Давай Все Ну, поползли в обратную сторону Долгой дорогой Ну, сам решил Ладно Сейчас Главное Только нигде не поворкнуться И не найти резиновую текстуру О, да Одного раза хватило БТР На мертво привязанной к точке Не туда и не сюда Вроде как Правда Была подскажка Что Можно типа Назад сдать Я вроде сдавал Назад Отъезжал Несколько раз Видать Очень качественно Зацепился Никак не позволял Уехать Не знаю Я уже не помню Я помню Что я ни влево Ни вправо Никуда Я просто не мог Сдвинуться Назад Я вроде тоже Отъезжал Упс этого было Мягко говоря Чуть Давай 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 Поехали Поехали Ты можешь Сволочь такая Ты живешь Мы почти по 20 литров В минуту Езжай давай А на что ты расходуешь На кондиционер Что ли Я не пойму Который А нет Что-то там стоит На крыше Как там Расход топлива 20 литров В минуту Машина стоит На месте Охренеть На что Простите Топливо Расходуется Стояночная Версия Ну-ну Там Глубоко Как Ну Сука Как И что мне сейчас С ним делать Ну Бареона Кстати Все на месте Ипту Мамы Нет Главное Как Азову Блин Залезать на жопу Так залез И перевернуться Молодец Ёлки-палки Просто великолепно Азов Проехал Этот Перевернуться Ёпуский бог Тише 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 Ты давай Еще Тише Ёшкин кот Вот это Зацепа А даже Ни на миллиметр Влево Не сдвигается Блин Что ж ты В остальные Разы Так не делаешь И знаете Че Думаю Давайте Мы Сейчас От Азова Дотащим До точки Разгрузим А потом Займемся Отдельно Вороном Отдельно Вороном Не получилось Или довести его до гаража Чисто Можно До гаража В общем-то Дотащить Там оставить Пока Кем-то Переворачивать Поедем Беттером Наверное Беттером Все-таки Места Не так Много Как Хотелось Но Бандит Туда Не влезет Он Все-таки Длинноват Да БТР Хотя БТР Не сильно Меньше Взял Перевернулся Блин Ну так Все хорошо Было А сейчас Как раз За видео Закончил Ну нет Что ты Как же Как же Как же Забавный звук И вот И вот Нам Одного Бага 200 литров Едва Едва Хватило Чтобы Просто Съездить Туда Сюда Так Отправим Спасение Да Встанем Так Так Уф Или Бандитам Поехать Немного Дым О rappай И Немного . Немного сказано А давайте бандитам попробуем. Вдруг получится. Даже интересно, получится или нет. Там больше проблема даже не в том, что получится, то я не сомневаюсь, там проблема в том, чтобы пролезть. Не удалось. Гуднуть то гуднул, но препятствие из-под колес не убрал. Эх, бывает че. В принципе сейчас если можно вообще убрать эти бревна и просто вернуться назад за другой партии, партии носят с ними проблемы. У тебя они вроде там ровенько так лежат, никуда даже не улетели особо-то. Эх, ладно, сейчас посмотрим. Как давно я бандитам не занимался спасательными операциями, капец. Собственно как БТР появился, так и перестал. Хе-хе. Здесь конечно бандитам не получится, будет обидно за потраченное время, но ладно. Поедет БТР. БТР, наша великая всеперетягивающая, хотя вранье конечно не всеперетягивающая, далеко не всеперетягивающая. Так, может слегка ускориться, если получится. Ага. А вот и наша неваля. А, а, аша. Наша неваляша. Слышь, няша неваляша. Может и такое получится. Вставай давай. И что-то перевернулся. Скажи мне на милость. То есть вот... Хотя понятно. Вон он туда нырнул одним колесом. Вон пофига. Сейчас доедем до точки. Телепортнем туда бандита. Он вылезет из гаража, еще раз всех заправит. Была, я говорю, мысль, чтобы довести сначала Азова до точки, потом этого отдельно. Сейчас дома нету шланг. Пусть вместе едут. Конечно толку от этого. В данном случае толку от этой вместе поездки никакого нет. То есть в случае с бревнами тема с двумя грузовиками просто не работает. Потому что... Ну кран ты не приделаешь. То есть особо... Какого-то профита. Ну вот так вот он перевернулся в неудачном месте. И все. Ты туда с бревнами наверх особо-то и не залезешь. В общем даже то, что ты может и залезешь, но рисковать неохота. Потому что как потом выезжать. Как-то любое неловкое движение и полетел. Такое себе. Единственный плюс то, что вот... Как-то если потом перевернулся прицеп. То это в общем то все. Хотя почему-то нет в общем то. Сам бы он уже не уехал. Ну пес его знает. Не знаю мне почему-то дико понравилась эта идея. С прицепом грузовиком. Я буду за нее топить. Топить буду всех. Особенно не согласных. И надеялся сегодня все-таки закончить с этим бревновозом. По крайней мере с этим заданием. Сейчас поеду его довыполнять. Это опять видюшку получится на полчаса длиннее чем планировалось. Да? Ну да. Бида. Бидовая. Вот хотя бы до гаража доеду. Все-таки я стараюсь сейчас не выходить за лимит 40 минут. А то, скажешь так, сильно не выходить. А то вообще уже ни хрена не успеваешь. Прикольно посидеть так часика-два, позаписывать, упоровшись в геймплей и все такое прочее. А потом ты понимаешь, что у тебя ни хрена не осталось времени ни на что. Потому что ты конечно очень хорошо посидел и поиграл. Ага. Ну тут ведь какая проблема. Где-то там еще спать нужно, кушать. Бытовые всякие домашние дела. Самое противное, что еще на работу ходить нужно периодически. Это вообще кошмар. Эх. Отвратительно. Та-дам. Отлично. Подготовили. Так. Поехали. И теперь нам надо их несколько, их обоих несколько подзаправить. Ну так чуть-чуть. Паучай. Ну и чтоб не быть полным мудаком, который паркуется, соответственно, название. Давайте несколько нашего бандитика отгоним. Вот так вот. Ну что ж мы, совсем что ли, идиоты. Так, ну что. По-хорошему. Не, перемещаем чувака сюда. Хотя там-то погода явно получше, чем здесь. Но здесь машина покомфортабельнее. Хе-хе-хе. Оставляем его в удобном месте. Ладно. На этой удобной ноте всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылка на плейлист, на группу ВКонтакте, на Дискорд и на донаты. Все это в описании под видео. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто же досюда смотрел, обнимаю. Парни хлопают по плечу, девчонку по щечку. Увидимся в следующей серии. Сноурайнер не совсем безговорочная, но все-таки forever как-то так.